Реди пишут, ребята, стрим Реди. Лера, ты там как? Я на изготовке, да, на полной, но единственный у меня вопрос в чате последовало. Фак, а ты в трусах? Ну, смотря как это понимать, я оставлю интригу. Он оставит интригу, я свою интригу уже просто рассказала. Что у нас за пауза началась? Какое рвение демонстрируют игроки. Да, разрешают, кстати, вот, как раз хотел. Ну, он пошел, видимо, за топпингом, очевидно. Ему не повредит. Как так получается, что люди коннектятся сюда? А, рекорд, у нас же был сделан рестарт, да? Не буду комментировать никнейм этого Зилоса. Ты его кикнешь? Мне кажется, он реально черный, поэтому можешь... Осуждаю на всякий случай от этого все. Я тоже осуждаю. Блин, а что? А где какой-то кокс? Кокс, почему у нас такой пул странный? Потому что Саби захотел, чтобы эти карты были. Ты говорила про кокс? Кокс, он один на один. Подожди, я не могу тебя прослушать. Ладно, в общем, давайте, неважно. О, метел, это былкил, вот так. Тем временем, пламя заряжается и берет РПГ? Не забрал он? Нет, где он не забрал, да. Но его никто не забрал. Не успел просто. Его просто нету, да? Так, ребята опять вдвоем нападали. И пламя достался один. Пытаются защититься. Его убил Холмия, Егора. В итоге там все равно размен произошел. А пламя тут шел чистенький. Возможно, этажа отхиленный почти до конца. Ля, входит на зарядку. Как будто нет коммуникации между синими. Что происходит? Ну, скорее всего... Возможно, ошарашили с таким началом. Только сразу драманбресс решили, что надо все-таки брать... Счет почаще, пожалуйста, ребята. Все для вас. Ладно, привычка просто такая. Неса остается, он делает важный фраг. Так, сейчас интересная ситуация. Нужно подождать, пока Холмия какие-то базовые пушки себе зарядит. Пламя довольно заряженный. Он высосал там... Ну, у него сейчас где-то должно быть 100 на 100, 100 на 80. И они должны сетапиться под РПГ. Но начинает его раздамаживать. Перестреливает. И был очень много урона, он донес. Получится ли у него тащить РПГ? Не получается. Он не севается, не зарядится просто. Придется ему сейчас опять уходить. Ушел. Довольно узенькая и коридорная. На ней много всяких классных поребриков, по которым довольно трудно двигаться. Вот и всякий шальной спам-дэмэдж может на самом деле поменять достаточно сильные ситуации. Тем более РПГ брать достаточно сложно. Что вообще скажешь, Леш, по поводу этой карты? Как она тебе? Ну, на мой взгляд, она так средняя. Я бы не сказал, что она мне очень нравится, но она вполне играбельная. РПГ действительно здесь сложно брать. Я к этому еще пока что не привык. Псалянова Нессера. Или это какая-то такая командная взаимодействие, это для этого хорошая новость. Так мне нужно быстро выкинуть, все. Разминал, разминал его. Давай, ждем. Кландрик хорошо начал. Дает килл на зарядке. Второй килл. Егор неправильно оружие. Как раз зарядка появляется. Помните, временем забирает РПГ. Это музыка на РПГ? Господи, как же это стрёмно. Я бы не хотела играть против кого-либо. Ну, я так скажу, предо дико бесит здесь, короче, музыка вся. Вообще, это была музыка зарядки. Когда появляется зарядка, черепа читает заряжаться. Та вот мелодия, которую ты слышал. Да, это очень плохо, что по МРПГ, да, показалось, что сейчас будет контроль по ресурсам. А Егор не слышал. А, это я по нему свой стрелял. Так, я снова с вами. Не попадает из РПГ, не добивает из Шингана. Он попал, он попал к прямой ракеты, но там, наверное, 100 на 200, может быть, было. Он отдал РПГ? Не успела, глянуть, сориан. Да, могло бы быть не так плохо, во всяком случае, димейт бы поднял. Димейт был в позиции для того, чтобы забрать его. Ну что ж, пока играем без РПГ. Кто тоже ранее? Пламет бесконечно у нас занимает позиционные зарядки. Вот, видимо, у Кваза он стратегию позанинствовал. Он ее просто кинул, да. Не знаю, случайно ли. Мне кажется, нет. Просто это такое. Я думаю, что Кваз бы мог получиться у Пламета на этой карте. Да? Ну, жалко, что... Пламет слышит, врагов попадает в своего, господи. Господи. Немножко попутал. Где ребята? Они... Они все расплитились очень жестко. Мне к нему будет сейчас разменять. Драком не убивает. Его разожали. Тоже он делать размен. Делает он размен. Да, делает. На отход с и шарик пускает. Сейчас идет. Сейчас догонит его, нет. Попадание есть. Отлично убивает. Просто охотник какой-то. Пламя должен быть еще достаточно здоровым, да, как бы, хелс. А, ну да, вот он как раз таки поменялся. Блин, он опять шарик не ускорил. Уходит. Ну, мне кажется, конкретно шарик бы уйдал. Мы все равно бы поймали от него. Пламя до оружия, что ли, нет нормального? Там, может, патроны на дробь закончились. Скорее всего, вблизи не может драться. Просто начал отходить. Пора бы, кстати, им брать, кажется, лучший для этого тайминг. Но, видимо, сам пламен так не чувствует. Видимо, действительно, какие-то патроны. Я говорю о том, что он там не чувствует, он делает фраг. А ты давай сам... Убивает на респе, убивает. Сносит башку и тупо метрокопу. Очень просто это делает и... Все-таки разменивает его, Егор, своей дробью. Но посмотрим, получится ли у него взять РПГ. Нет. То есть, ходит замес. Окей, ну, по крайней мере, зарядку успешно контролирует командора Драман Бейса. Им удается сделать много киллов за счет этого. 5-7 килл очень неудачно. Да, подлез, подлез, пламят... Какой лес? Ну, исправляется. Вот, подлавливает на Мэйне Егора. Сразу же Лена в респе полно от пламя, да? А, они там вдвоем стояли? Эта тень была? Но Егор смог убежать. А его сейчас догонит, он пойдет за ним. Ого, господи, бочка тупо лежала. И Нессер умирает. Он у меня отжирается, пламит. Да, у Нессера пока игра совсем не пошла. Видимо, одна из самых слабых карт его. Ну, мне кажется, это скорее сам Нессер. Он не всегда стабильно играет. И вот он может либо жестко тащить, либо может начаться какая-то неудачная для него игра, а у него сразу будет счет. Ну, как сейчас, конечно. Да. Егорчик тем временем держится молодцом. Я бы не сказал, что достаточно сильный отрыв по фрагам. Всего там 7-8 примерно в этом диапазоне он колеблется. Можно взять РПГ и респы на этой карте контролятся просто на Акти. То есть, как бы пока что, да, ничего страшного для команды Егоров нет. То есть, я надеюсь, что морально... Плобит просто в Соляново разбирается. Клинтонисту-то покажи, да, взял и показал. Хоми просто как будто не понял, он только посмотрел на это и ушел. И они разошлись в разные стороны. Сейчас я с Егор с Нессером рядом находятся, они кого-нибудь одного зажмут. И не убьют, они какого-то тоже все расплетились в поисках. А, вот, Егор видел, но почему-то он не пошел за ним. Егор в противник пропустил. Сейчас Нессер в спину просили убить. Нессер защитился, да, да, да. Так, ну, как отожраться теперь-то, вопрос. Окей. Сейчас, по идее, должен его снова обратно разменять. Мансует он. Нет, нифига делают два кила. Красавчики. Давайте, ребятки, ну-ка, ну-ка. Это уже четыре фтага? Хотя, что это я говорю? Ну-ка, ну-ка, если они получат скамбэчат, тогда мы не смотрим третью карту. Нет, ребята, давайте, короче. Согласен. Нессер просто за красивую игру выступает, поэтому. Кстати говоря, об этом он действительно подсобрался. Ой, блин, они разменяли друг друга. Да уж. Только там отхилился, его в гранатстве убили. Мне нравится, причём, как они оставили попытки завладеть РПГ. Думаю, да ну нафиг, ребята. Сейчас. Опять какой-то... Я бы кратски отметил, что на этой карте как-то команды, они не особо привыкли брать РПГ и в целом больше играют на стрельбу. О-о-о. Опять же, чтобы брать РПГ, здесь нужно, ну, привыкать действовать симплейно. И, скажем так, гораздо, скажем так, привычнее играть именно на им. Тем более, если все хорошо стреляют, как бы, это их, скажем так, стиль. Угу. Не нужно чего-то, ну, такого нового выдумывать, скажем так. Но если все хорошо стреляют, получается, ну, мувмент будет решать. И как мы видим, по счёту, это пламя, да? Это что за передача бочки была? Вы видели? Это было фантастически. Это просто что? Это жёстко, это жёстко. Опять хп, пламя-то входит, и... Найс, подбайтил, зарикошетил, контролит зарядку. Да. Он, конечно, совсем неуверенно играл. Но Егор, конечно, что же, с нынём так самолбился. Как люди посмотрели друг на друга, это дуэль, гранат. Классика. Прошу прощения. Отрыв, кстати, небольшой, три фрага всего. Ребята подсобираются. Но я бы отметил счёт хоми теперь. Только если Несер да, он подсобрался, то хоми, наоборот, начал его подзаливать. Егор на обходе гранатку откидывает. Хилиса. Говоря об отрыве, всего один фраг, между прочим. Стабильный, нестабильный, Несер смог собрать трёху в кулак, и... Да, по крайней мере, вот, перестал, вот, бесцельно фидить. А вот хоми, да, ты верно заметил, Сентр, какие-то, вот, как-то детали все вот эти... Вот сразу видно, что опытный игрок. Красавчик, хорошо, что мы тебя позвали. Размены ровненькие. Хайграунд есть, но совершенно нет оружия у хоми, но это ему не мешает. Вот, он как-то был подбит, видимо, каким-то explosion. Ну, Егорчик потерялся, не слышал, даже противник за собачок происходит, ребят. Ну, он только арестовался, ждал, что ганчик вот, но его не стилит. Да, противника можно было услышать рядом с собой. Да, мы спросим у него, это потом посмачиваем интервью. У нас еще интервью планируется, я к такому не была готова. У-у-у-у, что пламя твишит, алёк? Как это? Ладно, хватит, пожалуй, за него смотреть, или нет? А я как раз на него и переключилась. Ладно, тогда смотрим, смотрим, смотрим. Ой-ой-ой. То есть вы дожали на зарядке. Ну, хомик взял, ура-у, разменял. Угу. Получает. И дает. Все равно немножко получает. Нет, должен здесь умирать, все-таки промахивается полностью шотганчик. Так, Нессор. Он как-то неуверенно в конце сыграл. Здесь, опять же, видно, что Хоми, он, во-первых, достаточно инактивный. Во-вторых, саму карту мало играл. И чувствуется, что есть у него неуверенность на этой карте. Ой, мидшот поставил Егор Нессору. Он просто зарядился в него. И высадил всю, всю, всю ману. Ультанул, можно сказать. Ну, конечно, зарядку ждет. Почему он с этого места не уходит? Уже большие минуты. Так, есть пробитие. Да, пламя, пламя к нему подошел. Так, они там воссединились вдвоем входит. Какой, Нессор? И не смог бы его помочь. Хороший, хорошо, пламя, да. Ирина. На мувик. И тоже хоршот. Да. Блин, я не смотрела. Что мне всю игру за пламя, там смотреть? Какой, да? Ну, нет, я переключаюсь время от времени. А, давай, вот Нессора сейчас. Типа фоллоуфгилер у нас такой. Должен сейчас делать фракцию. Спа, ну, блин, к сожалению, промахивается бочка. Он сделал большую ставку. Надо было просто, как говорится, хуярить за... Бочка в этот раз не тупо лежала. Угу, бочка у нас. Нессорочка поймал холми за жопу. Еще сейчас будет... Господи. Вдвоем-то напали. Я бы отметил, что Нессор уже по счету. Даже чуть лучше Егора стал. А когда у них примерно одинаковый... ...заливать, а нафиг он собрался. Опять же, отрыв всего шесть фрагов. Здесь и что угодно может произойти. Но они переняли эту тактику. За ним сейчас еще второй войдет. Нет, не войдет. Четыре пола оружия, все равно рядом зарядка. Неудобная эта зарядочка, на самом деле. Ну, вернее, она геймплейно интересная. В том плане, что не можешь ее, как бы, просто взять и безнаказать. Да, но как бы сбоку встать и подзаряжаться у тебя нет возможности. Сесть под нее, и достаточно ограничен в мувменте. Надо поинтересоваться, как таким образом делает пламент. Кстати, чем он занят? Он сейчас сидит на зарядке как раз. Его двое как раз смотрят, кушат, одного его набивают. Должен два килограмма здесь делать. Убил, убил. Залазить, предпочитать залазить под нее. После двух килограмм. Ну, я право имеет. Если энермии нету, чтобы его законтролить, можно делать с зарядкой все, что угодно. Сосать ее. Да-да. Ты меня так не заводи. А, Егора убили. Что делать? Носорчик отходит? Ждет ресурса? Так, Хоми убывает Егор. Своей лучшую тимуэр. Вышли на схватку. Не перезарядился, умирает. Пламент сейчас будет писаться в зажог. Серия разменов. В итоге Пламент минус два дает. Хоми сделал отличную работу. То есть, во-первых, создал ситуацию, раздамажил. И Пламент пришел и добил, не потеряв вообще никакого хп. Что позволило ему после законтролить респы. Опять возвращается на свою дефолтную позицию. Решает немножко обижать вокруг. И получится ли у него встретить эннеми. Да, есть у него инфа. Начинает с шара. Он промахивается. Но зато он сгадан не промахивается. Ребята, сейчас красный в слабой позиции. Пушка немножко подвела Пламеда в этот раз. Окей, но Хоми тем временем капитализируется за счет того, что эннеми нету рядом. А Хоми просто подсосался. Ребята вдвоем на него смотрели. Он просто безнаказанно встал и ушел. Почему так произошло? Дело в том, что там не лежали аптечки. А у Нессера было всего лишь 8 хп. И он не хотел фидить. Да, не успела посмотреть. Я просто видела, как Нессер риснулся. И все. Так, атака от Егора. Так, есть. Бочка, бочка лежала. Оми наказал его все-таки в ответ Пламед. Это фолтная позиция. Чек и отрез. Попадает Магнум. Получает немножко урона. Букная позиция, зарядка? Да. Исходная позиция. Хорошо. Так. Растерялся немножко. Предлагаю посмотреть за Егором. Все-таки это... У нас осталось 4 минуты для того, чтобы сделать камбэк. Посмотрим, какие действия предпримет эта команда. За Егором я имел в виду. В целом. За Егором и. Ну, конкретно Егор взял пульт. Однако, у Пори он не смог там это перестрелять. Нессер сделал самоубийство. Просто камиканзи. Узкая карта. Нет пространства для маневра. Ну, вот. Говоря о камбэках, между прочим. Умный. Потерялся. Он просто шел, собирал ресурсы с пола. Ребята двоим перед ним ходили. Он еще спалился. Что делать, Пламед? Они по понятиям с пола поднимать. Вот точно не стоит. Блин, а что поделать? Ну, не знаю. Пламя сейчас будет окружать это место, чтобы... Ага, понятно. Промахнулся. Откидывается гранатами и делает минус 2! Ага, что? Костя, хайлайт. Пламя, ты мой хороший. Так, подожди, у нас нет фаворитов. У нас нет фаворитов, я всех вообще люблю. Особенно себя. А меня? Ну, такое пойдет, в принципе, будет. Пламя пришла отомститься. Господи. Что там в чате? Да, Мумилео и он разозлился. Окей, значит, мы увидим AirFusion. Ну, кстати, мне кажется, фаворитом на AirFusion все-таки является команда Егоров. Так как, ну, Магнум... ХЗ, но мне кажется, более от дроби играют Пламид и Хоми, во время как Егор больше играет от Магнум. Не знаю, что он как Несер, но... В общем, такой мой прогноз. Я тоже думаю, что команда Егоров фаворит на AirFusion. ТЗ, может быть, мы увидим геймблэд РПГ? Помню, убивает своего противника. Мне кажется, что нет. Нет? Достаточно сложно его там все-таки брать, если ты об этом... Я не знаю, что он помнит. Еще сложнейшим на Варлоке даже. Я думаю, здесь даже... Даже дело не в сложности. Дело в том, что... Дело в том, как люди привыкли вообще играть. Опять же... И позиционочку. Это тоже хорошее было. Закрепляют свое преимущество команда Драман Бейс, контролируют респы. Кстати, Егор каким-то чудом умудряется рефрагнуть Хоми. Ну ладно, он, в принципе, взял др... Да, Хоми даже не отреагировал. Он просто стоял, стрелял, и закончились потоны. Бочка тупо лежала, Пламид убивает Егора. Идет дальше, сейчас будет кушать. Собирает ресурсы, билет, встречает своего противника. С двух сторон размен произошел. Отлично, пойдет ли дальше Хоми. То, что противник предложен был видеть. Убил. Хоми слышит его просто вот так. Комбайн не самый лучший. Он попадает просто бочкой в респу. Ну да, нет. Пламид, очевидно, готовился к этому матчу. Я бы сказал, что он готовил к старту больше месяца. С первого дня, как стало известно, что будет на хаме. Так, Егор что-то выжидает. Воу. Достаточно сильный был выстрел. Сейчас будет по очереди заряжаться. Егор пытается отстреливаться. Егор пытается рикошетом забрать. Но он не знает, как рикошеты работают на зарядку. А там двое стоят. Отрывается просто в двоих. Трактически не покидает мою. Идет, идет, идет. Раздерилась драка. Ну, Пламид, просто отбивай. Пламид, просто отбивай. Делает даблкил. Что? Господи. Если на карте есть бочка и пламид. И тупо лежала. Да, можно, в принципе, писать дисконнект. На карте есть любой объект ядрой. Хорошее, отличное владение просто кровопушкой. Главное, чтобы это были не скрипты. Кстати, Сентре, как думаешь, какую татуировку сделал бы себе пламид на руке? Главное, чтобы не как у Джерка. А что у него? Что там? Ну, я не буду говорить это на стриме. Ладно, окей. Хорошо, это мы потом обсудим. Ладно, в таком случае я тоже воспользуюсь интригой. И скажу, что я тоже не буду говорить это на стриме. Потому что тема там достаточно пикантная. Да, Лера? Да, ребята у нас, Drum and Bass, сейчас выиграли карту.